Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика». О главных новостях региона расскажут мои коллеги и я, Ирина Волкова. Смотрите сегодня. Напиши, если плохо. Глухонемые люди могут вызвать скорую с помощью СМС. Все бегут, а он им светит. В Чебоксарах появился светофор, работающий без электричества. Королевство лишних слов. В Чебоксарах начались съемки детского фильма. Пандемия коронавируса затронула все сферы жизни. Адаптироваться к новым условиям пришлось и предприятиям республики. Как справились с ситуацией на одном из флагманов электротехнической отрасли Чувашии в нашем сюжете. 70% сотрудников предприятия, в основном это разработчики и управленцы, теперь работают дистанционно. Сейчас уже можно сказать, что на вызовы предприятие отреагировало адекватно. Для всех, наверное, это была какой-то такой шоковой ситуацией, когда начались вот эти вот мероприятия. И мы, честно скажу, вам не были готовы на тот момент к тому, чтобы, так как предприятие производственное, резко останавливать производство. Поэтому эти решения, они нам дали тот спасительный, скажем так, вариант, который позволил нам грамотно перестроить наши процессы внутри предприятия. Эта возможность нам дала не сорвать наши обязательства и перед нашими заказчиками, и красиво выйти из этой ситуации. Уже почти 30 лет компания разрабатывает, производит, налаживает и эксплуатирует современную микропроцессорную аппаратуру. Сегодня Экро – единственный российский производитель, который предлагает практически весь комплекс электротехнического оборудования собственной разработки. Как раз, наверное, то, чем нам стоит гордиться, это комплекс решений для цифровых подстанций, то, что здесь в том числе и представлено. То есть здесь все терминалы, они уже обвязаны не традиционными каналами, вот как раньше, а именно по цифровым каналам связи. Это то, что считается сейчас в будущем, и то, к чему мы движемся, соответственно, со всеми концепциями. Предприятие активно сотрудничает с учебными заведениями. Например, на базе ЧГО функционирует лаборатория по электроэнергетике. Через эти совместные действия вырабатывать здесь и какие-то социальные программы, какие-то вопросы развития, прежде всего, научных изысканий для создания новых возможностей развития. Защита инфраструктуры, энергетической безопасности страны – то, на что сейчас нацелены предприятия. Это выведет и компанию, и отрасль на новый уровень работы. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Павел Иритков, Республика. По-прежнему актуальной в республике остается проблема повышения эффективности использования земель в сельхозназначении. Задача номер один – вовлечь их в оборот. По состоянию на январь этого года площадь необрабатываемых земель – более 30 тысяч гектаров. В текущем году планируется ввести в сельскохозяйственный оборот половину из них. По оперативным данным, на 20 июля более 3000 гектаров залежных земель, а это 24% от плана, уже распаханы и засеяны. Большая их часть находится в Баликовском, Батаревском, Вурнарском и Бреснанских районах. К концу 2021 года на территории Чувашской республики намерены ввести в оборот все неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения. Более 6,5 миллиардов рублей выплачено сотрудникам социальных учреждений за работу в период пандемии. Так государство решило помочь тем, кто работал в особых условиях. Обязательным условием получения этих средств является работа вахтой в 14-дневной смене. Врачи в таких соцучреждениях дополнительно получают по 40 тысяч рублей за смену. А если в это время они оказывали помощь заразившимся коронавирусной инфекцией, то доплата доходит до 60 тысяч, сообщает Минтруд Чувашии. Выплаты получили соцработники, педагоги и средний медперсонал детских домов, домов престарелых и других социальных учреждений, работающих в закрытом режиме в период пандемии. Станции скорой медицинской помощи работают 24 часа в сутки. Врачи оказывают помощь всем. Вызовы идут один за другим. Но даже в экстренных случаях одна категория под особым контролем. Это пациенты с нарушением слуха и речи. Оказывается, уже в течение нескольких лет в службе скорой помощи Чувашии функционирует прием вызовов в виде смс-сообщений от пациентов, которые испытывают проблемы с речью. Сервис сделал эту услугу доступной для сотен пациентов. И данный вызов поступает в диспетчеру по направлению. Теперь мы видим, этот адрес лежит в диспетчеру по направлению. Вызов диспетчера по направлению в течение минуты-двух минуты, прорабатывает и направляет в бюджет. Прием сообщений ведется круглосуточно. Крайне важно, помимо фамилии и адреса, указать симптомы, чтобы медицинский работник оперативного отдела принял оптимальное решение по выбору профиля бригады для обслуживания вызова и быстрее отправил специалистов по адресу. Номер для смс известен только работникам социальных учреждений и распространяется в сообществах людей с нарушением слуха и речи. Голосовые вызовы по данному номеру не принимаются. Анастасия Миловидова, Николай Скворцов, Республика. Завершается подготовка к регистрации кандидатов на пост главы Чувашия. Сейчас все выдвинутые претенденты собирают подписи муниципальных депутатов и потенциальных избирателей. Предоставить их в Центральную избирательную комиссию кандидаты должны до конца рабочего дня 24 июля. Сегодня в народный штаб Олега Николаева привезли подписные листы со всей республики. Подписи за кандидата собирали волонтеры в народных штабах, созданных во всех городах и районах Чувашии. Сейчас бланки на проверке. Олегу Николаеву необходимо было заручиться поддержкой 263 депутатов местного самоуправления, чтобы пройти муниципальный фильтр. И как самовыдвиженцу ему необходимо предоставить почти 4,5 тысячи подписей сторонников. В поддержку нашего кандидата пришли к нам в народный штаб 7300 жителей Чувашской республики. Отдали свои голоса в поддержку кандидата. Еще 1100 человек через онлайн проголосовало тоже в поддержку Олега Алексеевича. Это очень здорово. Народный штаб продолжит свою работу. Здесь можно получить полную информацию о кандидате и о его программе. О последних событиях в ходе избирательной кампании. Заработал и сайт сторонников. Там опубликованы все адреса народных штабов по всей Чувашии, где можно задать вопрос кандидату, оставить свое мнение или пожелание. До 24 июля пройти муниципальный фильтр и собрать подписи сторонников должны еще 11 кандидатов. Напомним, что на пост главы Чувашии намерены баллотироваться от КПРФ Александр Андреев, от ЛДПР Константин Степанов. Партия «Патриоты России» выдвинула Сергея Матвеева. Партия «Патриоты России» представляет Николай Степанов. С самого движенцами идут на выборы адвокат Николай Коклейкин, предприниматель Андрей Ильдеменов, блогеры Юрий Шакеев и Максим Чепель, безработный Роман Васильев и Петр Петрянкин и журналист Юрий Сидоров. Кто из них будет зарегистрирован в качестве кандидатов и продолжит предвыборную гонку, станет известно через 10 дней после подачи ими документов на регистрацию в Центр избирком Чувашии. Татьяна Молокова, Павел Иритков, Республика. В Чебоксарах вдвое упали объемы строительства жилья. В этом году вместо запланированных 420 тысяч квадратных метров прогнозируют ввод в эксплуатацию всего 290 тысяч. Причина вполне объяснимая. Из-за пандемии временно были закрыты стройки, у жителей тоже упали доходы. Кто-то не работал несколько месяцев, кто-то и вовсе потерял работу. Администрация столицы зафиксировала серьезное падение спроса на жилье. В таких условиях надо активнее использовать возможности, предоставляемые правительством России. Некоторые застройщики, например, Ясные Поляны, Серебряных Ключей и Кувшинки, ими не пользуются и вовсе. Между тем, участие только в федеральной программе стимулирования программ развития жилищного строительства субъектов поможет изыскать дополнительные финансовые средства на благоустройство новых микрорайонов. Здесь же не нужен проект, не нужна экспертиза, нужна только заявка. Заявка на строительство дорог, инженерных коммуникаций, социальных объектов. В ручном режиме прям сегодня нужно это сделать. Безусловно. Сейчас работы возобновились в полном объеме. Лидеры по вводу жилья в первом полугодии – строительные компании «Инкост», «Туз» и «Стройтрест-3». Вместе с новыми домами в микрорайонах «Новый город», «Университет» и «Олимп» появятся благоустроенные дороги. Напомним, в прошлом году в столице республики построили рекордное количество жилья – 436 тысяч. Еще один островок безопасности появился в столице Чувашии. На улицах у Зангая около школы номер 20 работает солнечный светофор. Его установили в преддверии нового учебного года. Отсутствие зеленого и красного цвета. Постоянно мерцает только желтый. Таков механизм работы светофора нового образца. Его устанавливают в местах, где всегда много пешеходов. Наличие желтого цвета на дорожных знаках и пешеходных переходах позволяет водителю быть более внимательным и днем, и ночью. Светофор предупреждает о близости перехода и необходимости снизить скорость. Он работает круглосуточно, питается от солнечных батарей. Такие светофоры уже есть на улице Чернышевского на бульваре Митова. Они доказали свою эффективность. Количество ДТП на этих участках снизилось. В этом году начнется строительство новой трассы М-12 Москва-Казань. Она пройдет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, а также Канаж в Чувашии. Автомагистраль будет построена с нуля. Трасса позволит добраться до конечного пункта назначения за 6,5 часов. Сейчас водители проводят в пути более 10 часов, чтобы проехать от столицы до Казани. Трасса будет платной на всем протяжении. Стоимость составит 2,5 рубля за километр. Проезд легкового автомобиля по 800-километровой дороге обойдется в 1600 рублей. Те, кто воспользуется бесконтактной системой оплаты, проедут со скидкой 20%. Платную трассу М-12 Москва-Казань планируют ввести в эксплуатацию в 2024 году. Общий объем инвестиций в проект составляет более 650 миллиардов рублей. В текущем году на его реализацию планируют направить 150 миллиардов. Необычное происшествие на дороге. 41-му летнему водителю грозит до пяти лет лишения свободы за хулиганство с использованием пневматического пистолета. 16 июня этого года обвиняемый передвигался на автомобиль по улице Советской. Один из участников дорожного движения сделал ему замечание за допущенное нарушение правил дорожного движения. После чего обвиняемый вынудил прекратить дорожное движение, подошел к автомобилю и, выражаясь грубой нецензурной лексикой, угрожал убийству. Наставил пневматический пистолет. Причастность обвиняемого к совершенному деянию подтверждается его признательными показаниями, показаниями потерпевшего, свидетелей, а также другими материалами уголовного дела. Следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в Новочебоксарский городской суд для рассмотрения по существу. Еще в 80 детсадах Чебоксар откроют дежурные группы. Закрытыми останутся лишь 10 столичных дошкольных учреждений. Сейчас там идет санобработка помещений. Этого пока достаточно, чтобы удовлетворить потребности работающих мам. В таком формате столичные детские сады продолжат работать на протяжении летнего сезона до особого распоряжения. Для направления ребенка в дежурную группу необходимо предоставить справку с места работы обоих родителей и медицинскую справку на ребенка. В Чебоксарах начались съемки детской сказки «Королевство лишних слов». Проект короткометражного фильма стал победителем гранта президента России и вошел в сотню лучших проектов общенационального значения в области культуры и искусства. Авторы, актеры и режиссеры – воспитанники киностудии детско-юношеского творчества «Куча мала». Воплотить идею в жизнь ребятам помогают и сотрудники национального телевидения «Чуваший». Тему продолжит Мария Шоклева. Есть в киноиндустрии традиция – перед началом съемок фильма разбить тарелку о штатив. Члены команды забирают себе осколки, чтобы после съемок сложить их вместе. Если тарелка собрана, фильм получится удачным. Удачи не помешает и на киноплощадке. Съемки одной из самых сложных сцен фильма были давно запланированы в сказочной «Ёж-короле». Вот только прогноз погоды не радовал. Тучи разошлись, как по волшебству, считает творческая группа. Ведь «Королевство лишних слов» – это фильм-сказка. В загадочном королевстве томится в темнице русский язык. Его мучают слова-паразиты, канцеляризмы, варваризмы. Главным героям предстоит спасти истинного правителя. И для этого им придется расставлять ударения, изучать историю фразеологизмов и искать сокровища – шедевры русской литературы. Мы хотим показать то, что русский язык – он самый лучший. Его надо ценить, беречь и не захламлять его всякими иностранными словами. Разумные, непосредственные, харизматичные. Кастинг собрал ребят из Чебоксар, Казани, Ёж-королы. На экран должно быть интересно смотреть. Глаз должен цепляться, ухо должно схватывать. Артисты должны быть заразительными. Это главное качество. Они еще теплые. На меня! Ай! На деньги гранта президента России была закуплена профессиональная техника, которая поможет чебоксарским киногероям снять еще не один фильм. А премьера сказки «Королевство лишних слов» состоится в ноябре 2020 года. Мария Шоклева, Анна Матюнина, Софья Родионова. Республика. Спорт – норма жизни. Чебоксарка Татьяна Александрова приняла участие в экологическом заплыве в Приморском крае. Группа сильнейших пловцов-экстремалов за три дня преодолела 160 километров по заливу Петра Великого. Акция была приурочена к 160-летию образования Владивостока. Ежедневно с 7 утра до 9 вечера спортсмены из разных уголков страны находились в воде по 2-4 часа, передавая друг другу эстафету. Безопасность спортсменов обеспечивали корабли и лодки Тихоокеанского флота России. Сегодня чебоксарцы заметили необычное для нашей полосы погодное явление. Над Волгой образовался смерч. Видео опубликовали пользователи форума на связи. В течение 10 минут водяной столб вращался над поверхностью воды, а затем исчез. Как утверждают синоптики, это явление достаточно редкое для наших широт. Оно длится недолгое время, в диаметре намного меньше классического и не обязательно сопровождается ураганным ветром и дождем. Это все, о чем мы успели вам рассказать. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова